всем привет вы на канале сайта как стресс меня зовут максим и в этом видео я расскажу как сделал функцию которая позволяет нам при сжатии сайта то включать слайдер свайпер именно то выключать как это работает я сейчас покажу у нас есть просто карточки они сделаны гридом ничего в них такого нет вот все обычно карточки гридом единственное что здесь разметка свайпера присутствует но я про это расскажу более детально ну и при сжатии они автоматически вот смотрите превращается слайдер здесь тоже самое идут карточки просто не раньше превращаются и становится слайдер уже с free mode то есть определенные настройки и в общем я постарался написать функцию которая будет достаточно универсальна что вы смогли использовать для любых карточек давайте разбираться как это все работает что здесь есть какие нюансы и так далее так далее итак давайте посмотрим сначала javascript здесь собственно функция называется resizable свайпер и собственно она отвечает краски за то что работает наша функция что здесь есть первое и самое важное это breakpoint входной параметр это просто строка в которой пишите max width 1280 или min width все что угодно пишите вот в этой строке то есть с какого с какой ширины должен срабатывать слайдер у вас с какой ширины он должен включаться вот соответственно ширины 1280 и ниже у вас будет работать свайпер в данном случае дальше класс свайпера тоже обычная строка просто класс это устроено как у вас есть вот он слайдер класс свайпер и есть еще класс который именно отделяет все свайперы между собой всего два свайпера вот они и есть да действительно класс который деляет между собой свайпер слайдер 1 и свайпер 2 вот они вот соответственно передается сюда третий параметр это свайпер settings то есть объект настроек стандартный который вы всегда используете когда используете свайпер все все как есть и также добавил еще callback он нужен для того что вы могли например вот взять какую-то функцию написать что при ченге слайда выводи мне пожалуйста индекс и и соответственно это будет работать когда вы сжимаете и меняете у вас выводится в консоль то есть эта функция тоже отрабатывает если вам нужен какой-то callback если вам нужно чтобы при свайпе слайдов что-то происходило на странице неважно что любой какое-то событие любой эффект вот так это и работает всего четыре параметра которые передаются если посмотрим в код ниже вот они собственно 2 вызова функции опять же breakpoint класс настройки слайдера и здесь вызывается еще callback здесь вызывается breakpoint класс слайдера и настройки колбека нет потому что здесь я решил вопрос не делать ну чтобы показать вам что можно и callback использовать соответственно и без колбека вот важный момент давайте к ним перейдем это конечно же первый из важных моментов это конечно же то как устроен html он должен быть подготовлен под свайпер то есть у вас должен должен быть класс свайпер свайпер в раппер и в них свайпер слайды это важно иначе работать не будет вы можете это обойти если будете использовать более сложный вариант сейчас я покажу это мы пойдем в docs свайпер api здесь есть давайте найдем класс и по слову класс найдем давайте наверно вот так в раппер класс вот то есть у свайпера есть специальные свойства которые позволяют менять класса на ваши если вы хотите это сделать но вы должны понимать что вы не только должны это установить вы должны еще и стили устанавливать и чтобы не пришлось заморачиваться и ставить и стили и менять классы в дживоскрипте но в общем довольно сложно проще сделать разметку такую как какая она есть действительно у самого свайпера по умолчанию то есть блок с классом свайпер это главный блок свайпер в раппер это то что будет крутиться блок который крутится ну и слайды соответственно это сами слайды плюс внутри слайдов я делаю сами карточки я делаю внутри потому что считаю что так правильно что эти карточки независимо от слайдера их можно вытащить за слайдер они все равно будут держать свои стили и и все равно будет также выглядеть А можно вставить слайдер, собственно, в сами слайды. Поэтому я всегда контент делаю отдельным блоком. Дивом, артиклом и так далее. Зависит от того, что это за блок. Это первое, что важно учитывать. Обязательно должны быть классы. Либо вы должны, опять же, как я говорю, менять классы и тогда прописывать с помощью врапер-класса. Там еще есть слайд-класс и так далее. Но стили тоже должны им применять. Стили свайпера. Второе, это как раз таки я хочу поговорить про стили. И очень важно, чтобы стили свайпера были правильными. То есть вам нужны стили свайпера вот эти обязательно. Чтобы он центрировался, чтобы был позичный релатив, чтобы был оверхлухидден. Это самое важное, что обязательно должно быть в любом случае. Иначе все пойдет плохо, так скажем. Также ширина. Ширина свайперу, самому вот этому слайду, тоже очень хорошо, чтобы она была задана. В данном случае у меня 100%. Если вам нужно сделать какой-то резиновый слайдер, вы тоже можете задать 100%. Второе, это свайпер-врапер. Очень важно, чтобы у него были вот эти стили. То есть даже если вы меняете классы на свои, у вас будет любой другой класс, там слайдер-врапер, допустим, назовете его. Эти стили вы должны обязательно продублировать. И вот эти тоже. Вот, что здесь еще есть. Ну и в общем-то и все, да. То есть вот эти стили и вот эти. Про вот эти я выше расскажу, это пока не важно. Вот это обязательно должно быть, иначе слайдер не заработает. Ну и свайпер-слайд здесь тоже самое, должны быть все вот эти стили. Или это тоже не заработает. Также обязательно задавать вот это вот. То есть, короче говоря, если вы используете свои классы, а не классы свайпер-слайд, свайпер-врапер, свайпер, вы должны все эти стили продублировать на свои новые классы. Обязательно. Иначе свайпер просто не будет работать, будет там смещен в сторону, будет что-то ломаться и так далее, так далее. Чтобы этого не было, у вас должны быть правильные стили. И теперь к стилям, которые задавал я. Изначально на десктопе у меня карточки расположены гридом. Это потому, что я задал сюда класс грид и сказал, что вот у тебя будет дисплей грид. То есть я переопределяю свайпер-врапер на гриды. То есть убираю флекс, как бы переопределяю его на гриды. И важный момент. В тот момент, когда вы меняете свайпер на, точнее блоки меняете на слайдер, например, в данном случае это у нас будет ширина 1280, вы должны обязательно в стилях у себя написать медиазапрос, который вам сделает гриды обратно в флексы и сбросит обязательно гэпы. Почему гэпы нужно сбрасывать? Потому что свайпер по умолчанию задает свои какие-то отступы. Вот они, margin.read32. Когда вы задаете space between в настройках дживоскрипта свайпера, он задает эти отступы. Если вы зададите еще и, соответственно, вот этот колумн гэп, у вас весь слайдер съедет. Слайдер съедет и будет выглядеть не так, как он должен выглядеть. Поэтому обязательно нужно это учитывать, обязательно нужно сбрасывать. Вот это второй такой важный момент. Или, наверное, третий. Еще раз, первый момент – это соблюдение разметки. Либо, если вы не соблюдаете, вы должны, соответственно, прописывать это все в дживоскрипте с помощью специальных свойств. Второе – это соблюдение стилей свайпера. Или, если вы это не пишете, вы должны это обязательно учитывать в, опять же, стилях. То есть прописывать стили. И третье – это если вы используете на десктопе гриды, например, вы должны переопределять их на флексы, удалять лишние отступы. То есть, короче говоря, сбрасывать все, что вы писали на десктопе, грубо говоря. И тогда это будет работать. Тогда это действительно будет работать. И вот, смотрите, все работает. Я могу все, что угодно писать у себя вот здесь. В дживоскрипте любые настройки. Как видите, я и по геннадцу подключил. Видите, она вот здесь видна. На десктопе ее не видно. Она есть. Она в коде присутствует. Она имеет даже какой-то размер, если мы ее поищем. Вот она. Но она с позитивным абсолют, поэтому она никак не влияет на контент. Ее никак не видно. Поэтому пусть висит себе, ничего страшного. Зато при сжатии автоматически появляется покинация, которая работает. Которая работает, которая на месте. С которой все в порядке. Если мы зададим здесь еще параметр clickable true, то тогда мы сможем еще и кликать на нее. И она тоже работает. То есть свайпер полностью работает. Все это сделано с помощью window.match.media. Ну и здесь давайте еще кратенько расскажу о том, что происходит внутри функции, чтобы вы тоже понимали. Что здесь происходит? Ну, в общем-то, мы находим breakpoint. Вот эту переменную сюда подставляем. Переопределяем общую переменную. И у нас получается, что у нас есть переменный breakpoint, в который просто будет содержаться, грубо говоря, вот в этом значении matches будет содержаться либо true, либо false. Если true, мы запускаем функцию enable swiper. В enable swiper мы передаем класс и передаем настройки, которые получаем отсюда. Вот они. Если же не matches, то есть если не совпадает, если мы не попадаем в этот промежуток, мы проверяем. Если свайпер не undefined, то destroy. Почему мы это делаем? Потому что свайпер может в этот момент еще быть не запущен. И в таком случае, ну то есть в переменной вот этой будет undefined или null, например, да. И вызов метода destroy у undefined вызовет у нас ошибку. Поэтому, конечно же, мы должны проверять. Обязательно, если свайпер не undefined, если он уже запущен был когда-то, то тогда только это будем делать. Иначе будет ошибка возникать, если вот это условие не сделать, будет ошибка возникать в тот момент, когда вы загрузите страницу изначально на десктопе просто. У вас, скорее всего, будет ошибка. Потому что свайпер попытается застроиться, хотя он еще ни разу не инстинализировался. В этом будет ошибка. Здесь обязательно передаем два раза true. Здесь два условия. По-моему, первое, это что-то, то есть что классы удаляет, а второе, это удаляет еще какие-то вещи. Я точно не помню. Это можно посмотреть. Вот здесь. Да, он удаляет instance и он чистит стили. Вот они. То есть первый true – это за то, чтобы удалить instance, а здесь, чтобы удалить стили, то есть очистить стили. Это тоже очень важно. Ну и, соответственно, здесь мы просто смотрим на событие change. Это событие как раз-таки в Windows Match Media работает, в Windows Match Media. И при change запускаем функцию checker, вот эту вот, и, соответственно, просто запускаем ее тоже, чтобы она срабатывала, как только загружается страница. В общем-то, все довольно просто. Ну и в enable swiper, который вот здесь вызывается, что мы делаем? Мы просто говорим, не swiper, передаем сюда класс. То есть то же самое, что прописано в документации, в getting started. Если мы посмотрим, вот, мы сюда передаем класс, а сюда передаем наш объект. Это то же самое, тот же абсолютно синтаксис, ничего здесь такого сложного нет. И проверяем еще. Если у нас существует callback какой-то, если мы передаем еще один параметр, то мы обязательно вызываем callback, который передаем уже instance. Это важно, потому что, когда вы используете свою вот эту функцию, вы ее должны писать самостоятельно руками. Я назвал ее просто some func, вы можете ее назвать как угодно. Обязательно нужно для нее передавать параметр instance, потому что только с помощью него вы сможете взаимодействовать со swiper. То есть да, вы можете вывести консоль instance, и вы сможете посмотреть, что есть свайпер, у него есть элемент, врабер и так далее, так далее. То есть есть какие-то, ну, много всяких настроечек, каких-то всяких параметров. Вот, это нужно для того, чтобы вы могли, опять же, при смене слайда, при свайпе, еще при каких-то событиях сделать все, что вам нужно. То есть вот так этого можно добиться. Возможно, решение не идеальное, возможно, решение где-то будет с ошибками. Особенно я боюсь за nested слайдеры, то есть слайдер, который связан между собой. Ну, это обычно как большой слайдер и миниатюрки, да. Возможно, если использовать вместе с ними, не будет это работать, хотя, возможно, и будет. Надо попробовать. Я пока что сделал такое решение. Оно подойдет, мне кажется, для 99% кейсов. Ну, а 1% уже как придется, там посмотрим. Если вдруг вы будете использовать данную функцию и найдете какие-то ошибки, обязательно пишите мне. Я это все закину на GitHub, и вы сможете туда прислать либо pull request, либо в issues написать, что вот тут ошибка, тут не работает, с таким-то кейсом конкретно не работает. Мы это все дело посмотрим. Я, конечно же, это дело все посмотрю и будем пробовать улучшить функцию. Ну, а пока работает она вот так. Надеюсь, что она вам обязательно пригодится в вашей работе. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok